Лето – то самое время, когда каждого брещанина постоянно сопровождает один звук. За окном квартиры, по дороге в магазин, на прогулке всюду жужжит триммер. Это представители коммунальных служб косят траву, которая кое-где уже вымахала по пояс. Теплая влажная погода стала причиной роста разнотравья. Для людей, проживающих в районах и имеющих рогатый скот, это радость. А для городских коммунальщиков – фронт работ. На сегодняшний день основные у нас уже магистрали покошены. Уже все-таки природа идет, скажем, пик роста к завершению, поэтому не наблюдается ни такой сильный активный рост травяной растительности. На сегодняшний день Косим – это Гродненская, Рябцево, Дубровская. Косим – въезд в город со стороны Минска, район Стимова. График работы пока людей не меняем. То есть люди, как работали с 8 до 6, так пока его не изменяем, так и работаем. Ожидаем, что к концу августа уже будут покошены все остальные магистрали, останутся остальные периферии и места, где мы действительно редко появляемся. Газонокосилки, триммера, самоходные косилки-райдеры – все эти виды техники являются лучшими помощниками в работе специалистов коммунальных служб. Сегодня косилки-райдеры заменяют полноценную бригаду из 7 человек. Впервые такую технику применили на покосе травы в городе 4 года назад. А сейчас на балансе предприятия коммунальных уже 10 ее единиц. Вся техника, что у нас была, она на себя очень в состоянии, все работалось. Понятно, что-то ломалось, что-то чинилось. Раз на раз не приходилось, техника работает, техника ломается. На первый день работает 10 единиц, это триммера, эти райдеров, это малая механизация. Также косим тракторами, прицепными косилками 4 единицы. Ну и количество людей у нас тоже сильно не изменилось. Покос травы на первый взгляд вроде бы простой, но очень нужный и важный, и при этом сложное дело, которое также входит в расширенное понятие благоустройства территории. Сегодня даже с нехваткой кадров работники коммунальных служб стараются охватить все территории по два, а то и по три раза в месяц. Во-первых, это эстетический вид. Это, наверное, один из одного положенных, потому что ухоженный газон не сможет, когда он постриженный газон. Также это всякого рода возбудители аллергетические, то есть когда трава цветет волей-неволей, какая-то пыльца какая-то летает, люди от этого страдают. Ну и не будем забывать про клещей. Да, в городе они, может, не столь распространены, ввиду того, что трава постоянно косится, это все и городская черта, тут хватает своих выбросов, но, тем не менее, они присутствуют. Силами городских служб благоустройство будет продолжаться и дальше, чтобы делать наш город чище и краше.